Здравствуйте друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сейчас мы будем готовить жареную соломкой картошку на гарнир. Но ролик больше не о том, как пожарить эту картошку, а ролик больше про то, как ее быстро порезать соломкой. Потому что я посмотрел некоторые ролики, люди все в основном режут картошку на досках. Это занимает много времени и много трудозатрат. Я сейчас покажу, как можно быстро порезать картошку в руках, не порезавшись. Это очень удобно. Этот способ поможет вам резать картошку для любых блюд. Это все очень быстро и просто. Потому что сколько я себя помню с самого детства, никто из моих родственников, ни бабушки, ни мои родители не резали картошку на досках. Все резали в руках, на весу. Это настолько привычно, настолько просто. И сейчас мы так сделаем. Кому это понравится, я думаю, вы потом откажетесь резать картошку на досках. При выборе картошки на жарку, желательно брать старую розовую картошку. Молодую картошку можете не брать, она хорошо не пожарится. Вот эта картошка и не молодая и не старая, но лучше вообще для жарки брать старую картошку, зимнюю. Она насыщена крахмалом, она хорошо румянится и она будет самая вкусная. Если вы возьмете картошку для жарки молодую, такую совсем, у которой шкурка руками счищается, эта картошка водянистая, она будет разваливаться и она будет невкусная. Так что молодую картошку лучше вообще не жарить, ее лучше варить. Она самая вкусная, вареная. И по цвету. Обычно для жарки берут розовую картошку или красную, но сейчас новые сорта, уже все перемешано, поэтому можно с этим даже не заморачиваться. Берите любую, какая вам понравится. В первую очередь картошку нужно хорошо помыть, чтобы на ней не было земли. И для чистки картошки существует примерно три вида приспособления. Самый простой это нож обычный, потом вот такая тяпка для овощей и вот такая чистилка для овощей и картошки. И что я для себя выяснил, если эти все приспособления есть в наличии, то удобнее всего чистить вот такой тяпкой. Ей удобнее всего чистить хорошую ровную картошку, очень быстро, не напрягаясь. И ей очень удобно чистить какие-то овощи, морковку, свеклу, ну и такого типа, которые гладкие и не сильно бугристые, хотя она даже бугристые, овощи очень хорошо чистит, очень удобная штука. Чем эта чистилка удобная? С ней руки долго не устают, потому что здесь задействованы мышцы, вот все руки они идут напротяг, а когда вы берете чистите вот такой чистилкой или ножом, то у вас задействованы мышцы вот пальца. Вы чистите пальцем и какую-то часть кисти напрягаете. И вот палец начинает затекать, начинает болеть. Ну если много нужно почистить, например ведро картошки или там большую чашку на большую толпу, то так чистить быстро устаешь. Вот этой штукой практически не устаешь вообще и очень удобно чистить. Вот показываю. Вот и все. Чистенько, аккуратненько. Самое главное, что очистки тоненькие, все одной толщины. Это очень удобно, потому что ножом нужно приспосабливаться, чтобы не отрезать больше. А этой штукой даже не нужно думать, она сама режет так как положено. Эта картошечка хорошая, удачная, ровненькая, но этой чистилкой удобно даже чистить какую-то бугристую картошку. Ну где-то может остаются, тогда можно какие-то изъяны выковырить ножом. А так, даже плохую бугристую картошку, ей тоже удобно чистить. Она огибает все эти бугры и аккуратненько все чистит. Так что вот ей можно перечистить большое количество картошки за короткий промежуток времени. Вот и все. Для жарки картошки нам понадобится только соль и только растительное масло. Больше ничего не нужно, потому что я заранее упомянул, что это картошка для гарнира. Картошку как отдельное блюдо, чтобы она была вкусная, я пожарю после и покажу ролик, она будет с лучком, она будет очень вкусной. А сейчас именно картошка соломкой для гарнира. Начинаем резать картошку. В школьном возрасте я резал просто. Брал ее пополам вдоль, разрезал и потом резал такими полукольцами. И такая форма картошки, она подходит практически ко всему. Но после, когда я уже работал на теплоходах, третьим помощником капитана, у меня был хороший друг Кок, Володя из Нижнего Новгорода. Вот он меня научил резать соломкой в руках. Это тоже очень просто, очень удобно. Он это делал виртуозно, быстро. Он какие-то огромные количества картошки чистил и перерезал за считанные минуты. Вот сейчас показываю, как он меня научил. Берем картошку просто в ладони, нож и режем вот такими пластами. Картошка разрезана пластиками, все просто. Порезаться в таком случае нереально, потому что здесь нет протяга лезвия ножа по пальцам или по руке. Нож просто упирается в руку. Вероятность порезаться больше, когда вы режете картошку, лук или другие овощи именно на доске. Вот там нужно контролировать все, потому что где-то палец выставил, где-то не так быстро черканул и сразу порезался. Здесь не режешь. Я вот за всю жизнь, а режу я только так, я на доске еще ни разу не резал. Я еще ни разу не порезался. Ну и берем потом ее вот так и режем. Вот такие тоненькие получаются кусочки. Не надо мучиться. Хотите ее сделать вдоль, чтобы она вдоль была, точно так же можно вдоль порезать. Если не спешить, то можно сделать эти слайсы еще тоньше. Вот я делаю, например, длинные. Очень просто, потому что кто-то там советует резать кругляшками. Но чтобы кругляшками картошку резать, она должна быть с грецкий орех или чуть больше. А если она большая, то какие же должны быть кругляшки. Вот, все очень просто. Такую сноровку приобрести можно за считанные дни. И главное, что это настолько быстро, что вот такая резка картошки никогда вас не будет раздражать. Вы взяли, быстро почистили, быстро порезали и пожарили. Или в суп, или куда угодно. В суп точно так же картошка режется, только берите расстояние между этими слайсами, делайте больше. Можно ее точно так же и кубиками порезать. В общем, там уже варьируете ножом так, как вам удобно. Какие куски хотите, такие и делайте. Но это все делается в руках. Это не надо мучиться на доске, вымерять там что-то, контролировать руки, чтобы не порезаться. Вот, я порезал, если бы я не объяснял, я бы ее порезал меньше, чем за минуту. Вот такие удобные, хорошие кусочки. Сейчас мы ее быстро пожарим.